А у нас в гостях в утреннем экспрессе уже пришел, или приехал? Пришел. Пришел Михаил Карпухин. Михаил Юрьевич, доброе утро. Вы сегодня принесли красную смородину. Мы ее уже попробовали. О чем сегодня пойдет речь? Да, но дело в том, что вот как раз сейчас люди все собирают смородину, в том числе вот как раз красную, и белую, и так далее. Но вот по красной смородине хотелось бы сказать несколько слов по уходу над будущий год. Почему? Потому что вот когда мы, как правило, собрали всю смородину, то у нас как-то откладывается, что можно и забыть об этом кусте. Но, к сожалению, забывать о нем нельзя. Почему? Потому что вот как раз именно в этот период закладываются плодовые почки на будущий год. Поэтому необходимо обязательно подкормить данные кусты. Нужно взять на ведро воды пол столовой ложки мочевины, столовую ложку двойного суперфосфата и столовую ложку сульфата калия. Затем, после этого, после этого обязательно сделать такие, как ямки углубления по периметру кроны, да, и пролить вот этот куст вот именно вот этим вот удобрением первое. Ну и хорошенько пролить его, потому что сейчас все-таки жарковато. Не попадая на плоды. Нет, конечно, плоды уже будут собраны к этому времени. Это мы все делаем после сбора плодов. Продолжаем. Да, да, да. Потом есть перестали неожиданно. А вы подумали, что во время плодношения это все сделано? Да, мы же не знаем. Ну что вы, мы же говорим сейчас о... Мы же неопытные плодоводы. После сбора плодов, конечно. А сейчас как раз тот момент, когда уже плоды нужно какой раз собрать? Все, они собираются один раз. Все, они собираются? Она созревает, да, они, как правило, созревают в одно время. Да, ну правда, бывают сорта немного раньше, немного средние, поздние. Но, во всяком случае, после сбора плодов нужно сделать вот эту операцию обязательно, для того, чтобы древесина вот этих вот кустов хорошо вызрела, да, и хорошо перезимовала. Как хорошо, что меня сейчас не показывают. А то я как будто лимон проглотил. Да? Ну да. Определенная кислинка тоже присутствует. А как-то можно повлиять на вкус еще, когда зреет плод? Знаете, это вообще зависит от сорта. Так. Вот есть сорта прямо сладкоплодные, да, есть кислинка, есть кислые. Да, но, во всяком случае, вот эта ягода, вот из нее желе, компот, это самая лучшая ягода для этого. Ну и вообще говоря, о полезности, конечно, это очень полезная ягода, которая содержит в себе витамины, микроэлементы, которые всегда необходимы для человека. Михаил Юрьевич, вот мы за эфиром выясняли, нужно ли мыть ее. Расскажите про антиоксиданты. Вот, вы знаете, вот что касается мыть. Вот мыть, это если, вот, допустим, попала земля, там еще что-то, да. А когда на ветке висит смородина у вас в саду, где, допустим, экологически чистый район и так далее, то совершенно не обязательно мыть. Почему? Потому что нужно помнить, что на ягоде и на любых плодах вверху находятся природные антибиотики, которые защищают от всякой инфекции и так далее. Поэтому самое главное, чтобы были чистые руки, да, и чтобы ягоды не касались почвы. А вот клубники, то есть это не касается, потому что она уже все-таки близко к земле. Ну, вы знаете, земляники, да, они могут касаться почвы, но опытные садоводы у земляники подкладывают, допустим, или досочку, или, допустим, какой-то материал. Но это же не дело, чтобы она не гнила. Совершенно верно. Ну и чтобы она была чистой. Ведь гниение зависит от того, когда споры, да, грибной вот этой вот болезни, серой гнили, допустим, у земляники, они находятся на поверхности почвы. Поэтому если почва она не касается, то гниет она меньше. У меня последний вопрос будет, знаете, какой? Вот мы все плоды собрали, обработали куст еще, да, дополнительно, как вы сказали, этот рецепт волшебный. Да, 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 да. А его потом как-то упаковать еще нужно? Что еще? Что еще сделать? Нет, ну, нужно вот, да, вот после того, как вы вот это все прольете, да, то есть подкормите, нужно замульчировать или торфом, или перегноем, да, то есть для того, чтобы не испарялась сильно влага, тем более июль месяц, как правило, жаркий месяц, да, вот, чтобы не испарялась влага, и тогда кусту будет прекрасно. Спасибо огромное, Михаил Юрьевич Карпухин, наш эксперт. Если есть вопросы, пишите нам обязательно. Надеюсь, что Михаил Юрьевич вам поможет. Судобой. Нам он каждый раз помогает, то ягодами, то еще что-нибудь принесет. Семен, ты уверен, что мне не черные зубы сейчас? У тебя прекрасные зубы, в отличие от моих, поэтому я прикроюсь рукой. Мы тут лакомимся ягодами, черные смородины. У нас сегодня в гостях Митейл Карпухин. Спонсор вечера нашего с тобой. Да, спонсор вечеринки, так скажем. Михаил Карпухин, доброе утро. Доброе утро. О чем сегодня будем говорить? Почему такие вкусные ягоды? Ну, как остановиться, чтобы их не есть? Ну да, мы сегодня поговорим о том, что после того, как мы начинаем... Ну, вот сейчас как раз все начали сбор ягод, да, черной смородины. Она как раз подошла у многих. Да и красная тоже подошла. Ну да, и белая также подошла. Вопрос в том, что мы сейчас собираем эту ягоду, да, нужно ее обязательно всю собрать, для того, чтобы она не осыпалась. Вот в отличие от красной смородины, красная как-то держится подольше, да, вот на веточках. А вот черная, если перезревает, она быстро начинает осыпаться. Хотя есть, конечно, и сорта, которые менее осыпаются. Но, во всяком случае, нужно вовремя это все собрать, да. Ну и, конечно, посмотреть на сам куст после сбора урожая. Можно сделать такую профилактическую обрезку. То есть внутри посмотреть старые ветви, вот где-то 4-5-летние ветви, такие темные, у которых темная такая кора. Наверное, ствол огромный. Ну да. И еще присмотреться к тому, какие ягоды, вот особенно на старых ветках, бывают, что такие, знаете, как морщинистые ягоды, листочки небольшие, такие как вот по сравнению с другими. Перед тем, как сорвать, сразу обратить внимание, на каких ветках какие плоды. Совершенно верно, да. И вот затем, после этого сразу это понятно, что там наверняка орудует смородинная стеклянница. Да, есть такой вредитель, личинка которого поедает внутри ствола, да, значит, мякоть. Поэтому необходимо обязательно вот эти ветки вырезать. Плюс посмотреть, чтобы было молодые побеги. Дело в том, что смородина черная, она плодносит на ветвях второго года. И поэтому вот те хорошие приросты, которые со светлой корой, такие вот годичные, так скажем, их обязательно нужно сохранить где-то не более 20-25 штук на куст. А вот маленькие приросты, которые не дошли до середины куста в июле, допустим, да, вот, допустим, вот маленькие такие, как волчки мы их называем, эти можно спокойно удалить, чтобы они не забирали лишнюю влагу и питательные вещества. И с этим мы как бы сделаем сразу и прореживание. Удалим больные вот эти вот ветви, да, которые повреждаются вредителями. Ну и, конечно, не забыть о том, что необходимо обязательно обработать против почкового клеща, да, это можно взять препарат фитоверм, например, или клещевит, любые из этих препаратов, для того, чтобы убить эти вредные насекомые, чтобы весной уже этой проблемы не было. То есть для тех, у кого нет новых побегов, и все ветки поражены, мы будем истреблять этого стеклянного жителя. Да, но вы знаете, вот бывает такое действительно большое поражение, когда вот весь куст прямо видно, да, что и листики маленькие, и поражение большое, конечно, такие кусты придется просто выкорчевывать, да. Вот, во-первых, там урожая практически нет, поэтому, конечно, их выкорчевывают. Но, как правило, вот молодые такие вот кусты, которые действительно с хорошим приростом, их не так вот прореживают, да, делают такую профилактическую обрезочку, обработку против вредителей, но и обязательно подкормку, да, подкормку, то есть мы, как с вами говорили, аммиачно-селитра или мочевина из-за сотных удобрений, это где-то грамм 10-12 на ведро воды, плюс по 20 грамм суперфосфата двойного и 20 грамм сульфата калия. Это все разводится в 10 литрах воды, да. Можно разбавить на 3 ведра воды. Для того, чтобы заготовить куст к следующему сезону? Да, да. Совершенно верно. Дело все в том, что плодовые почки, которые на будущий год будут плодносить, они закладываются как раз после сбора урожая, то есть как раз вот с июля месяца. И урожай будет зависеть от того, как вот этот вот куст перезимует. А чтобы он перезимовал, для этого нужно хорошо, чтобы вызрела древесина. Древесина вызревает за счет фосфорно-калийных удобрений. А сразу как соберем плоды, нужно сразу накрыть и сделать вот эту термопленку наверх? А термопленку вообще не надо делать. А как чтобы перезимовало растение? А дело все в том, что в принципе вот у смородины зимостойкость достаточно высокая. Самое главное дать вот эту фосфорно-калийную подкормку, благодаря которой повысится ее зимостойкость. Еще плюсом, да. Поэтому и, конечно, использовать те сорта, которые уральской селекции, да, которые высокая зимостойкость. Но, как правило, проблемы с зимостойкостью смородины не бывает. Говорят, в отдельные годы, когда мало снега, вот там бывает подмерзание. В основном нет. А насколько много и часто нужно удобрять растения? После того, как мы собрали плоды, вот там профилактика в течение месяца. Каждый вторник я приезжаю и поливаю. Нет, вы знаете, вот фосфорно-калийную подкормку достаточно одного раза сделать, да, плюс обработать против риителей, да, против болезней. Вырезать все? Да, вырезать, то есть сделать такую профилактическую обрезку. И, в принципе, этого вполне достаточно для перезимовки. Ну и самое главное, что еще у смородины некоторые ветви, они, когда разрастаются, ложатся на землю, да. Вот эти, да, их нужно или подвязать, да, сделать такое, или обрамление делают такое, да, допустим, из досочек, да. Или обрезать, или использовать вот эти вот, так скажем, ветви для черенкования, то есть для размножения данного сорта, если он вам нравится. А вот вы собрали все плоды с кустов, правильно же, а то они опали бы, это же, ну, не красная смородина, а черная. Ну, конечно, ее надо вовремя собирать. А если бы мы с Кристиной вот вам сейчас не помогали, что нам делать с ягодой, сколько она вот так может храниться? Ну, вы знаете, я всегда исхожу из того, что лучше, конечно, не хранить. Почему? Потому что чем свежее ягода, чем раньше ты ее сорвал и раньше съел, тем она полезнее, да, это первое. Вам везет, у вас есть студенты, которые могут вам помочь съесть. Ну, конечно. А у нас таких нет. А если вы не съели, то вы можете спокойно ее заморозить, она хорошо в заморозке, да. Заморозить, еще варенье. Заморозить, варенье сделать. Какие еще есть варианты? Компоты, джемы, да. Вот джем, класс. Да, да, да. Вот поэтому много чего можно сделать из этой смородины. Повидло, допустим, да. Многие вот, допустим, я вот помню, мне бабушка сегодня пекла пирожки вот с этим из смородины. Вкуснятина неимоверная. Поэтому, в принципе, вот самое главное, что эта ягода крайне полезная. И вот пока у нас на Урале не выращивали виноград, вот сейчас буквально начали выращивать по чуть-чуть, да, вот, это всегда называли смородиной, это уральский виноград. Точно. Да? А по полезности она в разы полезнее, чем... Превосходит, да. А я придумал, как еще можно использовать смородину. Сейчас лето, обещают жаркую погоду, несмотря на то, что дождик здесь пройдет скоро, в эти ближайшие три дня. А, лайфхак. Берете ягоды, в морозилку их, и именно потом в бокал с водой добавляешь замороженные ягоды, и она становится и холодной, и есть что оттуда выловить, и смотрится красиво. А? А? Для украшения, в принципе, да. Да, это для украшения, вы поэтому веточки именно вот так оставили, так красиво смотрите. Да, в основном, конечно, смородину собирают без этих веточек, но для красоты, да, и для того, чтобы не выходил сок из ягод, да, вот мы сделали таким образом. Спасибо огромное, это Михаил Юрьевич Карпухин, заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета. Ждем вас в гости в следующую пятницу. Спасибо обязательно. Спасибо большое. Спасибо всем самым. Спасибо.